Всем привет! Сегодня у меня на обзоре бюджетное зеркало заднего вида со встроенным монитором. Модель AVS-0458BM. Данное зеркало устанавливается вместо штатного салонного зеркала заднего вида, для этого в комплекте идет специальная ножка, крепление с самым популярным механизмом – ласточкин хвост. Дополнительно компания Avel имеет широкий ассортимент ножек с другими крепежными механизмами, что позволит установить зеркало практически на любой автомобиль. Зеркало имеет небольшой экран 4,3 дюйма, расположенный с левой водительской стороны. Разрешение экрана 480 на 272 пикселя, контрастность 350 к 1, яркость 300 кандел на квадратный метр. Два видеовхода позволят подключить камеру заднего вида и любой другой источник видеосигнала, например, видеорегистратор, у которого нет своего монитора, или TV-тюнер, который можно просматривать во время длительной стоянки. Также можно подключить камеру переднего вида. Давайте посмотрим на комплектацию. В комплектацию входит само зеркало. Зеркало с прекрасной амальгамой. Здесь есть у нас кнопка включения-выключения на лицевой панели. Данная кнопка включает и выключает второй видеовход, неприоритетный. Сзади площадка для установки ножки и фальш-датчик света. Провод питания, совмещенный с двумя видеовходами. Один из них приоритетный и второй видеовход для любого другого источника видеосигнала. Об этом мы поговорим, когда будем подключать зеркало. Сама ножка. В стандартной комплектации идет кронштейн ласточкин хвост, который подходит на большинство автомобилей. Список есть у нас на сайте. Ссылочка вот здесь сейчас появится. И комплект винтов для установки ножки и крепления ее крепежной пластине на лобовом стекле. И также идет пластиковая заглушка для того, чтобы спрятать нашу проводку. И также здесь есть хомуты. Дополнительно в комплектации есть инструкция по эксплуатации, копия сертификата о соответствии и, само собой, гарантийная карта. Ножка на зеркало устанавливается очень просто. Если даже вы используете не стандартную ножку из комплектации, а приобретаете ножку, подходящую непосредственно под ваш автомобиль модели AVS-01SB, устанавливаются они все одинаково. Мы используем 4 винта из комплекта. Обратите внимание, что установочная пластина должна быть установлена верно, чтобы затем нам не перекручивать саму пластину или кронштейн. И закручивается на 4 винта из комплекта небольшой крестовой отверткой. Сначала винты мы не затягиваем. Затягивать мы их будем в самом конце все 4. И в самом конце теперь можно подтянуть все винты. Готово. Теперь можно смело регулировать наш кронштейн, как нам нравится. Далее я покажу, как подключить к зеркалу камеру заднего вида и к камере переднего вида. О подключении. Здесь все довольно просто. Красный провод мы подключаем к плюсу зажигания. Черный заземляем. Что такое приоритетный видеовход? Это у нас тюльпан «Мама». Соответственно тюльпан «Папа» у нас включается по кнопке. Приоритетный это значит, что как только идет видеосигнал, то есть, например, мы включаем задний ход и у нас активируется камера заднего хода, монитор автоматически включается. Сейчас я вам это продемонстрирую. Итак, я подключил переднюю камеру к тюльпану «Папа». Я подключил заднюю камеру. Сейчас она просто запитана. Но фишка монитора в том, что никаких проводов для активации вам не нужно. Он активируется по видеовходам. Соответственно, представим, что у нас камера заднего вида сейчас не подключена, то есть, выключен задний ход. У меня здесь просто постоянное питание 12 вольт. Соответственно, при нажатии кнопки включения-выключения у нас включается наша передняя камера и при подаче питания на заднюю камеру, соответственно, будет активироваться подключенный второй приоритетный видеовход и камера будет включаться. Мы выключаем задний ход и у нас вновь показывает передняя камера. Обратите внимание, мы выключаем переднюю камеру, включаем задний ход. У нас автоматом она активируется. При выключении заднего хода автоматически включается второй тюльпан, который мы можем выключить кнопкой. Это очень удобно. В идеале переднюю камеру лучше всего ставить, запитывать дополнительно от какой-то кнопки, чтобы она не работала постоянно. Если это видеорегистратор, то, соответственно, он у нас запитывается на постоянку. Это не столь важно. Просто передние и задние камеры обычные, они не рассчитаны на постоянную работу и могут со временем просто выйти из строя, если что-то внутри там перегреется. Это не точно, но на всякий случай, если ставить переднюю камеру, лучше всего ставить, например, через автоматический блок. Еще раз. Мы включаем задний ход. На приоритетном тюльпане у нас всегда включается монитор. Выключить мы его в таком состоянии не можем. Мы можем выключить только переднюю нашу камеру, либо видеорегистратор, тюнер. Неважно, что вы подключите во второй видеовход, то и будет здесь работать и будет выключаться. Теперь давайте сравним бюджетное зеркало AVS-0458BM с более дорогой моделью AVS-0410BM, так как нам очень часто задают вопрос об их различии, которые не видно на первый взгляд. Друзья, я подключил абсолютно идентичные камеры заднего вида к двум разным зеркалам. Это модель наша бюджетная AVS-0410BM и более дорогая модель AVS-0410BM. Я не знаю, как передает камера, но глазом здесь на более дорогой модели цветопередача лучше, изображение немного четче. Здесь на более бюджетной, соответственно, изображение чуть хуже. Это видно по маленьким надписям. Но, в принципе, на таком экране это довольно незначительно. Цветопередача лучше однозначно у модели AVS-0410BM. Камеры я использовал обе 327CPR. Это вот такая камера в ручке. Далее, соответственно, у нас моделька AVS-0410BM имеет регулировку яркости как раз из положения камеры заднего вида. На более бюджетной модели регулировки никакой нет. И еще одна отличительная особенность. Если вы помните, при выключении камеры заднего хода у модели AVS-0458 автоматом включался второй видеовход, то у модели AVS-0410BM такого нет. То есть мы выключаем, соответственно, ничего не показывает. Надо нам включиться. Нажимаем. Камера передняя включается. Надо выключить. Выключаем. Если у нас камера всегда включена или видеорегистратор, не важно, что это, то, соответственно, видеовход приоритетный всегда будет в приоритете. Выключаем. Обратно возвращается. Если оно изначально было выключено, то, соответственно, при выключении заднего хода зеркало будет опять зеркалом. Что касается внешних отличий. Модель AVS-0410 выполнена в более качественном корпусе. Он не ходит ходуном. Пластик более, видно, дорогой. Такой, ну, добротная модель. Вот все, что можно о нем сказать. Сюда подходят два вида креплений. Это крепление с таким монтажным кронштейном. И также крепление стандартное на квадрате. Модель 0458 выполнена из более дешевого пластика. Не знаю, передает это видео или нет, но на ощупь ощущается. И сам корпус, он такой, вот, слышно, как он поскрипывает. То есть такой, немножко, казалось бы, хлипковатый, но на зеркале заднего вида это, мне кажется, не так уж и важно. И еще у меня здесь лежит штатное зеркало от Honda Pilot. Вот оно по пластику, по своему весу, очень похоже на 0410. На обоих зеркалах прекрасная амальгама, то есть функцию именно зеркала заднего вида салонного они будут выполнять прекрасно. И напомню, Honda Pilot ничем практически не отличается. Поэтому выбор остается только на покупателе. Хотим качественное, дорогое зеркало. Берем 0410. Хотим качественное, недорогое. Берем 0458 BM. Оба они очень, очень, очень похожи на штатные зеркала вот в таком корпусе. Это, конечно, не шкодовское зеркало, но шкодовское зеркало, оно совершенно другое. Это если брать штатное зеркало без датчиков. Друзья, надеюсь, что видео было полезным. Не забывайте, что любой вопрос можно задать уже сейчас в комментариях к этому видео. Я постараюсь на них оперативно ответить. На сегодня это все. Всем пока!